сегодня у нас вот такой осенний лес довольно таки атмосферная должна получиться картина очень много света и интересного оттенка и так холст 30 на 40 красочки все будут в описании посмотрите разбавитель white spirit плюс масло примерно 70 на 30 такая пропорция щетина крупная это двадцатка или возьмите там 22 25 щетина мелкая пятерочка плоская и круглая восьмерка для деревьев для веточек пригодится вам вот такая синтетика ну и конечно же конечно же мастихи наш верный друг пока он не пригодится я отложу его в сторонку по материалу все приступим приступим ребят ну я конечно сегодня в большей степени буду сочинять потому что у меня есть несколько фотографий я из этих фотографий буду делать какую-то композицию то есть и вы также можете поступить на фотографировав допустим там где-то будучи в красивых местах интересные какие-то сделал фотоматериалы придя домой вы можете это все потом перенести на холст это ни в коем случае не будет считаться какой там с рисовкой или еще как там говорят вот там срисовываешь нет это совершенно другой вид искусства совершенно другой фотографии это одно а живопись от совершенно другой и так ладно меньше разговоров больше дела давайте возьмем сразу возьмем как всегда тонально тональное отношение у нас есть очень хороший участок света который вот сосредоточен примерно вот в этой зоне то есть вот так вот и разграничьте это теневая вот эта область у нас теневая и и вот сюда тоже попадает свет но это надо понимать свет который будет на листы и какие-то блики интересные переходы а это у нас зона в основном через холодные оттенки будут работать вся вот эта зона через холодные какие-то красочки там через ультрамарин через fc через возможно фиолетовые и начнем мы с свет покажем свет здесь хорошенько промываем вот эти две можно убрать пока чтобы не мешали берем белила белила кадмий желтый темный кадмий желтый светлый как всегда ребят довольно таки акварельно на этой стадии распределяем их такими икса образными движениями немножко замешиваем туда охры чтобы разнообразить наш оттенок то есть мы сейчас работаем с вами на чувствах то есть давайте вот сделаем так чтобы живопись была эмоциональной не какая-то шаблонная а вот именно передавала эту эмоцию так что можно отходить от натуры можно как-то проявлять себя проявлять себя все в нашей все в нашей власти комикс вот такой вот желтый участок пятно желтое пятно состоялась у нас здесь вот немножко просветы и вот это пятно ребят мы сейчас с вами будем усложнять как мы его будем усложнять мы знаем что есть родственные цвета есть противоположные цвета и вот к этому желтому мы сейчас будем подселять родственные а какие у нас родственные к желтому правильно оранжевый красный какие-то охристы сиенистые оттенки давайте возьмем оранжевый белила и постепенно вот так будем приближаться к центру центр мы оставим оставим практически сияющим белом желтым но не белом потому что белого цвета как правило не бывает в таком в чистом виде но сияние можно добиться разными отношениями то есть если что-то темное рядом это здорово подчеркивает эта темнота не какой-то светлый светлый участок постепенно видите потихонечку без без как какого-то фанатизма делаем для себя вот такие вот такие переходы вот добавляя уже сиены потихонечку к этому оранжевым в общем работаем сейчас с такими интересными мы где-то светлыми конечно отношений потом на это светлое возможно будем потихоньку наслаивать темнее темнее где-то фиолетовый там мигнет и и получится у нас интересный эффект весь все внимание и так называемый центр композиции у нас будет вот в этой области также желтый кадмий желтый темный отсюда особенно в нижнюю часть если здесь преимущественно кадмий желтый светлый вверху то в нижней части с вместе с оранжевым у нас вступает в силу кадмий желтый темный его надо сделать не чистым чтобы это не казалось какой-то какой-то такой вот иллюстрации немножко как видите красного я забираю на кисть даже особо не протираю и потому что вот эти вот соединения они нам как раз на руку соединение цвета и вот здесь мы могут мигнуть уже какие-то розовые оттеночки розовые фиолетовые мы не думаем сейчас о конкретном предмете мы просто закрываем холст избавляясь от белых пятен но при этом создаем тональное решение и вот видите как я работаю здесь какие-то фиолетовые у меня появились и сразу я перехожу на правый фланг и вот здесь тоже подселяю фиолетовых чтобы создать гармонию создать какой-то баланс и равновесие красный был там у меня фиолетовый я примешал туда еще чуть-чуть красного никаких намеков на деревья опять же то что вы видите слева это готовая картина беру фиолетовых беру немножко ультрамарина вот видите потихонечку начинаю как я говорил вот в этой зоне у меня сосредоточены холодные оттенки беру ультрамарин фиолетовый да там мигнут у нас и зеленый да там у нас какие-то мигнут и где-то коричневые оттенки но сейчас мы работаем исключительно в двух в двух категориях это тепло и холод то есть мне сейчас надо максимально взять теплый оттенок и максимально взять холодный оттенок а потом уже добавлять и наращивать а и и и и и и и и вот сюда красный розовый или фиолетовый вот он у меня фиолетовый светлый и очень похож этот оттенок эта краска на розовый поэтому я сильно себя не утруждаю там говорить что это фиолетовый розовый розовый вообще немножко проще относитесь вот к этому метам спрашивают какой цветом взять лучше ребят берите тот цвет который по ощущениям считаете нужным не ошибетесь я же всегда вам говорю что не гонитесь за моей палитрой вообще вот эти технические части в масляной живописи они они всегда должны уходить на второй план ребята начните что-то делать тем материалом который у вас есть попробуйте пощупайте не покупайте дорогих каких-то красок вот пожалуйста ребят пример тициан это довольно таки средний сегмент средний сегмент красок да где-то уступает мастер-классу да где-то возможно даже ван гога уступает но при при должном опыте когда у вас выработан уже профессионализм даже самым плохим материалом можно написать неплохую картину возможно это будет немножко дольше и надо капельку попривыкнуть к этому материалу но вы справитесь если вы понимаете что вы делаете и так красный вот сюда на передний план побольше теплых оттенков то есть я даже беру подмешиваю красному желтый получаю сложный оранжевый не чистый оранжевый у меня тут выдавлен а вот какой-то посложнее цвет давайте красного я чуть-чуть под выдавлю вот кстати видите красное темное у меня вообще санет а санет ну она такая красочка как бы считается очень средненькой вообще я такого плана что но есть эта краска и ты использую ее не надо себя опять же ставить в эти рамки красок нет таких каких какими пишет любимый художник допустим а он тебе сказал надо вот использовать только такие краски и ты не пишешь картину из-за этого а и краски не можешь найти в магазине вот это печально да немножко отрезаю вот эту зону ребят но думаю вот с таким вот с таким может справиться каждый то что я сейчас вот сделал на данном этапе такое может я думаю сотворить каждый человек а это уже немалая работа проделанная запрыгал запрыгал забегала вот и у нас остался тот участок довольно таки теневой а теневой участок мы знаем его лучше сделать через холодные какие-то оттеночки вот через ультрамарин через фиолетовый немножко fc добавим смотрите я вот сейчас тоже в поиске нахожусь бы экспериментирую заранее не знаю что что сейчас у меня тут мигнет нет смотрю а туда еще подмешался какой-то охристый да и дай бог беру ультрамарин вот ведь этот симбиоз произошел какой-то слияние смешение на малю вот там где сложно нам туда а это сложное уже что-то получается не грязная заметьте а сложное это разные вещи вот если сейчас будут долго тереть 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 вот какой-то участок будут долго тереть 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 вот смотри вот эта грязь вот это уже грязь вот это не надо допускать а если мы чистым мазком это все делаем вот это слияние производим грязи никогда не будет если ты не более трех оттенков смешиваешь тогда тоже ребят вы избежите ну минимизируете грязь у себя в работе здесь тоже листва смотрите в нижней части в левые тоже листва но она имеет другой оттенок уже она имеет оттенок тот оттенок который попал в тень надо учитывать это не будет здесь все сиять и переливаться разным интересным светом что-то попадает в тень что-то находится на свету все это мы лучше учитываем ребят вот смотрите мы с вами перекрыли так скажем холст давайте я возьму мастихин вот это немножко разгоню дополнительно соединю что-то конечно сейчас трудно мастихина ухватиться за такой слой потому что работаю не пастозно на этой стадии а довольно таки акварельным так вот можно сказать очень тонким слоем так я вот пропустил вот сюда хочется еще вот в эту часть хочется дать света наверное вот так вот чтобы в голове это держать уме что у нас здесь не попадает какой-то луч освещает эту зону ребят что мы делаем дальше можно убрать пока вот эту широкую кисть взять пятерку щетину и непосредственно пойти дальше в усиление усиливая но уже точечно усиливая тональность где-то высветляя будем идти к деталям постепенно но детали ребят помните что это в самом последнем уже в самую очередь мы будем делать здесь вот холодная зона ультрамарина фиолетовый вот вот такими ребят немножко отрывистыми движение как я говорил внедряю сюда бирюзовый зеленый оттенок но ведь он какой получается он получается очень близок к этой среде да можно показать зелень которая попала на свет и она здесь будет у нас но пока это рановато беру сиену натурально беру зеленый до в нижнюю часть тоже у нас здесь есть растительность а точнее это наверное папоротник у нас скорее всего там растет чем кисть у вас старее чем кисть у вас такая уже побывавшая что называется в бою это тем лучше вообще самые классные ну вот такие вот можешь сказать идеальные кисти до синтетические я оставляю на потом для того чтобы осмягчить для того чтобы там сделать какие-то уже окончательные веточки по высохшему а сначала работаю грубо почему я так делаю ребят почему я так делаю смотрите отношения грубого хаотичного с мягким и довольно таки выписанным вот эта разница она всегда интересно смотрится всегда это интересно смотрит возьмите это на вооружение пожалуйста не надо не обязательно не то что там надо не надо это и это уже как бы еще от себя чем несу а не обязательно делать картину вылизанную прям вот такую вот чтобы она ну вот как знаете как это фарфоровая было нет это природа здесь надо хаос показать а в этом хаосе упорядоченность какую-то и во всем вот в таком вот интересно многообразие она рождается рождается нечто живописное на что хочется смотреть разглядывать и для себя как бы находить какие-то новые новые ну какие-то даже сюжеты в отдельных в отдельных местах вот иногда смотришь и в кусте угадывается целый сюжет а когда это сильно вылизано вот я думаю сейчас меня память и вот когда сильно это вылизано ну ты смотришь и видишь этот куст никакой там никакого хаоса там нет для меня вот как-то это скромненько неинтересненько это я за то чтобы вы проявляли свою индивидуальность вот смотрите зеленые появляются довольно таки активные зеленые участки это тот свет это те лучи которые попали на этот участок давайте я сразу покажу ну наверное на дальнем сначала плане дерево покажу ну чтобы мы могли уже отталкиваться очень такая важная штука когда мы делаем какой-то какого-то героя и от этого героя мы начинаем уже всю пляску дальше выстраивать у нас уже есть отношения какие-то смотрите беру фиолетовый светлый фиолетовый темный довольно таки немножко добавляю сиены если понимаю что слишком слишком ушел цветом от той среды где находится это дерево я подмешивают цвет именно именно этой атмосферы окружающей вот создали дерево и сразу можем поставить еще одно деревце но уже на переднем плане на переднем плане она более контрастная но как бы находится немножко в контражере фиолетовый можно немножко дать сиенистого оттенка делаем его прям таким ровненьким ровненьким стоит тоже проявить какую-то фантазию вот видите туда сиены по подкину нижняя часть больше холодных оттенков через ультрамарин через фиолетовый а вверх уже вы видите я и сиену использовал и какие-то даже оранжевые мигнули можно подбросить через охру сразу блик пост покажем чтобы было понять понимание что это деревце освещено в этом уча на этом участке ну и так же вот слева появились какие-то герои и давайте в принципе перейдем на правый участок так же возьмем сиену возьмем розовый фиолетовый и не на одном уровне не вот здесь я ставлю деревца а немножко поднимаю то есть вот между вот этим и вот этим примерно вот где-то вот в этой зоне очень условно а который мы будем писать через оранжевый плюс сиену и и и и и и тоже ребят довольно таки условно нижнюю часть можно соединить даже вот таким вот движением пальца вообще вот эти вот размытости приветствуются в живописи ну конечно надо понимать в каких местах это делать ну не бойтесь такого там взять как-то размазать даже видите можно дерево так посадить что называется чтобы оно не казалось что это дерево полетела куда-то так зеленый желтый вот это пятнышко хочется зелененькое и нают пятнышко хочется продублировать вот сюда на передний план тоже задать какие-то отношения интересны плюс охра здесь попадает свет сразу обозначим тень от наших деревьев ультрамарин фтс розовый не хватило у меня вот здесь контраст я его добавляю видите как просто это делается когда в принципе картина уже разобрана на светотень на тон на какие-то основные цветовые пятна мы уже можем балансировать прибегая то в пользу холодных то в пользу теплых вот этот участок справа у нас здесь кусты но кусты которые здорово освещены через охру через сиену побольше захотелось вот сюда подбросить глубины это фиолетовый светлый может быть стоит сейчас сейчас если найду это мне был где-то такой чистый розовый и у крайне редко применяю может быть это как раз тот случай вот видите какой розовый да он тоже должен подмешиваться него не надо чистым использовать но вот в глубине всегда розовый работает очень здорово очень здорово в глубине работы вот смотрите да у меня есть дерево и я уже относительно этого дерева могу делать дальник и как бы смотреть и определяя эту разницу подтемнить это или высветлить дальний план художник он всегда для себя делает вот такие подсказки лайфхаки сразу чтобы ориентироваться так оранжевый там у нас там на дальнем плане у нас есть тоже какая-то растительность это надо учитывать так вот сейчас у нас кстати иногда будем миксовать то кисть тома стихинах lighter так сюда так вот я как бы с пониманием знаем как работает свет и можно даже не смотреть там на фотографию мы понимаем что рассеивание лучей освещение участков мы всегда сможем показать так оранжевый к одни желтый темный здесь очень такой вот интересный яркий участок замешался замешался серый ничего страшного все это можно перекрыть даже если какие-то неприятности всегда эту неприятность всегда ошибку ребят пытайтесь перевести себе на благо пусть она еще и и в пользу сработает это ошибка вообще я вывел для себя такую формулу что принципе в живописи как каковых ошибок так каковых вот этих вот всех каких-то недоработок или ошибок их не бывает а бывает тот художник который не сумел увидеть это а если вы умеете это увидеть вы всегда сможете исправить зеленый фиолетовый вот эта часть заслоняющие листва ветки смягчаем пальцем соединяя с тем оттенком который у нас уже есть так появляются освещенные участки зелени видите очень и тюдно красный плюс фиолетовый на переднем плане мы можем работать довольно таки пастозно и возможно все листики весь вот этот листопад внизу будем делать мастихином но это это посмотрим дальше куда нас заведет живопись что опять же повторюсь каждая картина это некий эксперимент каждая новая картина это всегда какое-то открытие не будем спешить загадывать но мы всегда должны понимать что в любом случае у нас получится в любом случае мы выйдем победителем из этого сила так сюда вот хочется еще немножко оранжевых плюс зеленый такой ухристый оттенок получился чуть-чуть сиены здесь глубины не хватает это ультрамарин плюс фиолетовый можно бирюзовых еще подселить к этому оттенку так вот размышляем ребят если здесь более холодный цвет чем ближе к источнику освещения тем цвет становится теплее несмотря на то что он вроде бы в тени вроде бы у нас там заслонение какое-то деревья кор fidelity plus два , и вот здесь у нас как-то собранности нет давайте попробуем взять фиолетовых немножко розовых ребят конечно вот так увидеть цвет вам поможет природа вам поможет натура либо наблюдение за натурой вот как моем случае я наблюдаю просто что все таки вот сколько я пробовал писать на природе ну немножко пока мне это не комфортно вот вот честно скажу все таки наверное у каждому у каждого человека по-своему это развита кто-то может кто-то нет не всегда что-то там мешало вот я помню на природе это не мог как-то вот сильно погрузиться потому что ну во первых ты находишься на природе и тебя многое отвлекает много факторов отвлекает на этом если ты в лесу это постоянные комары это постоянные кита мошки это все прилипает к холсту вот если ты пишешь где-то в парке в городе бесконечно подходят люди вот это вот тоже мне не очень конечно вся история мне надо полностью вовлечься уйти в процесс без отвлечения поэтому ну каждого каждого наверное свои какие-то заморочки вот это наверное моя заморочка такая не то что я там вас отговариваю выходить ну вот для себя я выбрал такую позицию я выхожу но делаю какие-то быстрые зарисовки в блокнот помечаю для себя какие вижу оттенки интересные какие вижу интересные сочетания и потом все это переношу уже на холст будучи у себя дома вот смотрите вот как хорошо сдублировал вот сюда ультрамаринистый оттенок вот он меня тут даже это не ультрамаринистый получился немножко такой серенький как раз задал дополнительно глубину и показал что этот цвет показал нам что здесь теневая есть довольно таки яркий участок освещенный освещенные листья какие-то финальные блики я буду ставить наверное мастихином но можно и кистью на этом участке можно на этом этапе можно и кистью поработать красный оранжевый так ультрамарина фиолетовый дополнительно покажем фактурку можно взять бирюзовый ультрамаринистый ну очень важно не поломать не разрушить на вот это пятно создавшиеся уже смягчаем переходы дополнительно собирая картину в целое видите я как бы прохожусь кистью и не просто затираю а еще и создаю какую-то фактуру как какие-то у меня появляются ну где-то даже детали такими завитушками в местах где происходит касание света это особенно особенно надо показать эти плавные переходы смягчить сделать более так нежно так у нас он здесь тоже такой-то интересный куст попавший на свет вот это есть там даже можно прочертить для себя идею тропинке может ее там и нет для сюжета мы это сделать принципе можем но почему бы нет и и и и и и и и и чуть-чуть затер вот эту вот это место так сейчас мы вернем свет и 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 в конце просто пробежаться кистью и какие-то коррекции уточнить Вот так вот. Вот те освещенные участки, о которых я говорил ранее. Зеленый кадмий, желтый. Вот так вот. Тоже там мигнет какой-то участок. Пусть. Вот этот участок тоже. Немножко высветлим. Но смотрите, я его высветляю уже через холодный оттенок, ребят. Холодный. И может быть только верхушка попадает на свет. Можно взять какие-то желтые блики. Вот так обозначить. Вот обратите внимание, как мастихин здорово укладывает чистый оттенок. Но при этом он чистый и сложный. Это очень важно. Вот здесь по касательной тоже проходит свет. Нет. 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 Все там Потихоньку продвигаемся, получая при этом заряд энергии, удовлетворение. Живопись всегда должна работать на художника, не против художника. Если вдруг вы начинаете уставать, бросайте все, видите, лучше займитесь, чем другим, а сделайте перерыв и с новыми силами уже приступайте. А когда идет процесс потока, процесс вот этого полета, вы забываете, что там надо и покушать, и как-то отдохнуть. У вас полное вовлечение. Вот здесь тоже деревицы. Наверное, я их все-таки через круглую кисть попробую сделать. Сиена фиолетовый. Когда вытягиваете деревце, кисть можно немножко прокручивать. Как бы чуть-чуть прокручиваю. Видите, как снизу вверх, так и сверху вниз тянуть можно. Главное, чтобы ствол внизу не был тоньше того участка, который вверху. Главное, чтобы не могло падать. Конечно, знаю, что у многих проблема в написании веток, деревьев. Советую вам, прежде чем писать картину, внедрять какие-то стволы, ветки, потренироваться на бумаге. Просто на бумаге повытягивать веточки, повытягивать эти стволики. Это такая неплохая тренировка будет. Что вообще художник-профессионал, он уже не задумывается, как у него пойдет это дерево. Потому что есть представление, представление об эстетике. Это деревья. 그리고 у меня есть растения. jos, кладе в этот методик иflight. Блокатый период лет desireщire. Лисичное лицо будет. Представление об эстетике иру. Как moim parchистике это дерево плотно помидится. Я даны не маселла себе. Это туennialל, метод чем широкам. Я дам вам этого, как особоaran. Ну так, спасибо. так здесь деревца вот Конечно, это требует некого сосредоточения, но не так, чтобы прям потеть, сидеть и потеть. Если у нас тут есть куст, у куста тоже есть ветки. Вот эта часть немножко подсохла, но можно усилить цветом. Вверху идут более контрастные участки, а вниз уже рассеивающий свет через оранжевый, через желтый, а вверху через фиолетовый. Тоненькие деревицы. Ну, тоже, вот, ребят, когда пишите лесной пейзаж, не делайте это, во-первых, на одинаковом расстоянии друг от друга, деревья, я имею в виду, и не делайте их одинаковым по диаметру. То есть, когда какой-то ствол крупный, дуб, допустим, и рядом стройная осина или березка, это, ребят, всегда очень живописно смотрится. Это даже поэтично смотрится. Вот, смотрите, видите, стволик чуть-чуть я подзеленил. Это рефлекс. Это рефлекс от нижней части. Ну, может быть, мох, может быть, просто я так вот захотел соединить, как бы, чтобы показать, откуда это деревце растет. Усиливаем контрастами ультрамарин и фиолетовый. Ну, и сразу, видите, появляется какая-то фактура. Уже вроде бы и есть понимание, что там кора у дерева. Вот, нижнюю часть, смотрите, бирюзовых подбрасываю. Ну, или турецкая зеленая, если нет бирюзовой. Вот, 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 вот. вот этот участок хочется как-то сделать посложнее оранжевый плюс розовый видите какими движениями я делаю змейкообразными кадмий желтый светлый белилов самый яркий участок даже можно взять чистого белила замешать в имеющийся уже цвет и получить вот такую растяжку там уже не будь не будет уже там чистого белила как бы перемешается цвет можно даже или и лучи показать цвет я хотел их изначально наверное кистью все-таки обозначить ну раз мастихин с этим неплохо справляется почему бы нет и все что вот и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто вот эту последовательность, если вы будете сохранять, если вы будете работать, вот как я от пятна, создавая сначала просто тонально, а потом потихоньку-потихоньку вытаскивая из этого всего какой-то рисунок. Ребята, вы создадите любую картину, вот абсолютно любую картину, от самых простых до невероятно трудных. Но еще, конечно, надо подружиться с материалом, вот именно подружиться с материалом. Продолжение следует... 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 так вот здесь у нас веточки зеленый плюс бирюзовый папоротник совсем уж филигранно не буду выписывать потому что это все-таки этюд ну вот понимание что это папоротник уже появилась это важно кстати очень какими-то мазочками обозначить предмет обозначить какого-то героя не выписывая но при этом создать понимание что о это там ветка какая-то такая вот интересная а это папоротник уже узнаваемость есть это тоже еще то задачка но можно к этому прийти вот тут мох через зеленый через сиену натуральная так вот как сейчас Продолжение следует... Дополнительно веточки, листочки. Если это правильно расставлено, мы только обогатим наш сюжет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такой сейчас процесс у нас, ребят, начался. Больше наблюданий. Именно визуальный. Не сильно сейчас какие-то... Может быть, открытия вам уже не расскажу здесь, не будет от меня много информации. Звуковой, а вот именно... Визуально надо внимательно смотреть и какие-то делать для себя... Ну, какие-то делать для себя эти отметки. Потому что на этой стадии надо очень много думать. Много думать. Где необходимо подбросить там ту или иную веточку, а где она не нужна. Потому что мозг работает просто максимально... Ну, вообще всё задействовано в голове. Все нейроны просто по полной. Так, вот эта часть... Холодный оттенок там фиолетовый. Чуть-чуть розы ультрамаринистые. Что orbit garn everytime? То есть.. Звучит... Продолжение следует... Здесь есть пару веток, которые попали на свет. Оранжевый, кадрный, желтый. Темный. Вот так же и ухру ее добавляю. Ну, какие-то, можно, другие родственные оттенки, такие как сиена. Так же и ухру. Пока этого будет достаточно. Всегда так и работаете. Намек сделали? Ага. Какая-то уже создалась там форма, создалось пятно. Отойдите от этого. Отойдите, поработайте в другую часть. Здесь, например, у нас тоже просветы. Ага. Тихо. 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 Это совсем уже дальние деревицы. То есть, если вот это дерево, вот эти два дерева, это передний план, средний план и туда уже дальний. Я всегда говорю, делите картину на три плана. И в этих пропорциях работайте. Продолжение следует... 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 Вы заметили, что я не заостряюсь на одном каком-то участке. Работаю целостно. Вот видите, от веток перешел к нижней части. Вот смотрите, если я хочу, допустим, показать вот здесь бугорок, я так и ставлю этот мазок по наклону этого бугорка. И мы знаем, если это возвышенность, в большинстве случаев она будет, эта возвышенность, попадать на свет. Вот. Продолжение следует... Так, это мне тут камушек захотелось поставить. Так. 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 Думаю минут 10 и с этюда мы закончим. Даже на данный момент мы раскрыли сюжет, дали какую-то атмосферу, даже не дали, а задали атмосферу. А дальше уже, конечно, неплохо просушить картину. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь тоже листва, попадающие на свет. Но через кадми желтый и через кадми желтый светлый. Через темный и светлый. Если здесь оранжевый, пусть здесь будет другой оттенок. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Не бойтесь сложного цвета, ребят. Там, где сложно, вы растете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте немножко разберемся с листиками. И будем заканчивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Финальную часть обязательно вам покажу. Ну, для мастер-класса думаю, что этого более чем достаточно. Все объяснил, показал основные элементы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут же вот такое лежачее положение кисти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 чтобы создать иллюзию пространства появился у нас воздух мы думаю что в этой картине та задача которую я конкретно для себя ставил это именно передача атмосферы такого засвеченного интересного леса я думаю эту задачу я для себя выполнил можно конечно еще где-то по уточнять отдельные моменты но это уже будет возможно и лишним вот поэтому давайте друзья на этом закончим всем желаю успехов творческого вдохновения новых интересных картин заходите во все мои социальные сети ссылочки в описании подписывайтесь на канал и до следующих мастер-классов пока